Мы направлялись в Литву. У нас с Наоми было всего около 24 часов дома после возвращения с Мадейры. Во время нашего перелета в Вильнюс нам посчастливилось познакомиться с Люсией, литовской художницей, которая учится в Лондоне. Она была достаточно любезна, чтобы дать нам несколько отличных рекомендаций относительно нашей поездки, и мы еще не знали об этом, но мы влюбились в ее музыку. И она стала саундтреком к нашей поездке. Итак, мы прибыли в Вильнюс поздно вечером. Добраться из аэропорта в город было очень легко и просто. Мы остановились в знаменитом отеле Наринго, расположенном в центре Вильнюса на проспекте Геди Миннеса. К тому времени, как мы приехали, мы проголодались после долгих путешествий, поэтому отправились на один из знаменитых ночных шашлыков Вильнюса. После этого мы отправились выпить по коктейлю в бар на крыше оперного театра. Это было отличное место с бесплатным входом, прохладной местной атмосферой и прекрасным видом на центр Вильнюса. Мы знали, что у нас впереди важный день, поэтому просто выпили по стаканчику мохито с видом на город, прежде чем отправиться спать. Мы начали наш первый полный рабочий день в Вильнюсе с пешеходной экскурсии. Эта экскурсия была организована местным советом в целях поощрения туризма и была совершенно бесплатной. Мы осмотрели башню замка Гедемана и Вильнюский кафедральный собор, услышав о великих князьях, правивших городом в прошлом, и о трудностях, с которыми они сталкивались в средние века. Это было очень содержательное начало нашего турне, которое дало нам представление о том, насколько могущественной была страна в прошлом. Мы направились в президентский дворец, расположенный рядом с историческим университетским кампусом. Экскурсовод по ходу нашего путешествия снабдил нас всевозможными проницательными сведениями, такими как тот факт, что здание президентского дворца было случайно построено слишком большим и торчало прямо на дорогу. Затем мы побродили по старому городу и еврейским кварталам. Эти узкие улочки были полны истории, оживленных маленьких кафе и ресторанов, и их определенно стоит осмотреть, если вы окажетесь в Вильнюсе. Эти улицы привели нас в Узипис, который является художественным центром Вильнюса и представляет собой самопровозглашенную республику со своим собственным манифестом. В Узиписе царит великолепная атмосфера, и повсюду можно увидеть кое-что интересное, связанное с искусством. Наша экскурсия завершилась у готического шедевра – церкви Святой Анны. Хотя об истории этой церкви известно не так уж много, она действительно впечатляет своим видом. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы попросить местного гида дать нам несколько рекомендаций по обеду, потому что хотели попробовать настоящую литовскую кухню. Мы посетили Этнодравос, где посидели на свежем воздухе на солнышке и попробовали классический холодный свекольный суп и картофельные клетки, запив их широким выбором местного крафтового пива. Свекольный суп – это национально излюбленное блюдо, и он действительно очень вкусный. Это идеальный освежающий обед в теплый летний день. Обязательно попробуйте его во время вашего визита. После обеда мы поехали на автомобиле Юба в местечко под названием «Общественный пляж Грин Лёйкс». Это всего лишь примерно в 20 минутах езды от города, но у вас есть замечательный пляж с великолепной водой, где можно купаться и отдыхать. Нам было очень весело прыгать в воду и читать наши книги на солнышке. Субтитры под названием «Общественный пляж» Субтитры под названием «Общественный пляж» «Общественный пляж». «Общественный пляж» «Общественный пляж» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Позже, в тот же вечер, мы отправились в ресторан Грей на ужин, который был просто божественным. Для начала мы съели классический серый кокосовый суп с мидиями и креветками. За ним последовали ребрышки барбекю, глазированные черникой, и утиная грудка, запитая небольшим количеством манксангрии. Наоми так понравились ребрышки, что она сказала, что ради них стоит сесть в самолет. Грей обязательно должен побывать в Вильнюсе, чтобы вкусно поужинать вечером. Если бы на этом закончились наши первые 24 часа пребывания в Вильнюсе, мы были бы более чем счастливы. Однако у нас была припасена еще одна вещь, которую нам порекомендовала Лючия в самолете. Я родился в одном из самых печально известных учреждений в центре Вильнюса, Лукиской тюрьме номер 20. Это новый культурный и нарциссический центр Литвы. Тюрьма закрылась в 2019 году, и известно как место съемок четвертого сезона сериала Netflix «Очень странные вещи». Партнер музыкального агентства, которое реализует проект Лукиски, считает, что культура способна укрепить и преобразить Вильнюс. И еще было сказано, что художники являются великими ускорителями, когда дело доходит до превращения пространства в нечто беспрецедентное. Это перепрофилирование места с таким ужасным прошлым воплощает амбициозный и дальновидный характер современного Вильнюса, о котором мы так много слышали во время нашей пешеходной экскурсии и от местных жителей. Что мы уже встречались. После насыщенного дня мы были совершенно измотаны и отправились обратно в наш отель, где обнаружили, что у них есть выбор подушек. Почему вы так счастливы? У меня есть подушка. А где же вы это заказали? Я взял это из меню подушек. Вот так вы узнаете, что находитесь в хорошем отеле. У них есть выбор подушек по меню. Это просто безумие. Для того, чтобы вы могли спокойно спать, в вашей комнате установлены удобные гипоаллергенные подушки. Если вы предпочитаете дополнительные или другие подушки, пожалуйста, ознакомьтесь с меню подушек. Существует множество вариантов, в том числе подушка из гречневой шелухи, пуховая подушка, шерстяная подушка, плоская ортопедическая вискоупругая подушка. Но у меня есть одна очень мягкая штучка. Наш второй день пребывания в Вильнюсе должен был пройти гораздо более спокойно. Мы начали свой день с веганского завтрака в городском саду. Мы еще немного побродили по городу в своем собственном темпе, посетив некоторые места из пешеходной экскурсии, в которых хотели провести больше времени. А также увидев несколько новых мест. Мы закончили наш послеобеденный отдых массажем в азиатском спа-салоне. А затем мы зарегистрировались на нашем сайте AirBug недалеко от старого города, где нам предстояло провести следующие пару ночей в Вильнюсе, прежде чем переехать в домик на дереве в сельской местности Литвы. Мы начали наш третий рабочий день в причудливой кофейне под названием Coffee Circus Piano по дороге на железнодорожный вокзал. Мы планировали однодневную поездку в Тракай, который находится в нескольких минутах езды на поезде от Вильнюса, примерно в 30 минутах езды и стоит 2 евро. Тракай – популярное туристическое направление, известное своим красивым замком на острове Тракай, построенном в 14 веке. Лучше всего оценить архитектуру города можно, взяв на прокат велосипед и лениво прокатившись на лодке по острову под лучами солнца. И, конечно же, мы воспользовались этой возможностью, чтобы искупаться. Если у вас есть время, то это место определенно стоит посетить. Положа руку на сердце, Вильнюс был не местом назначения, а временной остановкой. Это было место, через которое нужно было проехать по пути к волшебному домику на дереве. Именно Лузи вселила в меня волнение по поводу Вильнюса, место, которое просто должно было стать местом распродажи акций, но каким-то образом действительно покорило мое сердце. Это настоящий город, но он не похож ни на один из тех, что я когда-либо видела. Это почти тот самый город, к которому следует стремиться другим городам. Здесь удобное транспортное сообщение, в нескольких минутах ходьбы от зеленых насаждений, экологически чистый воздух, спокойствие в городе. Я никогда не думала, что это возможно. Я искренне верю, что любовь притягивает любовь. И любовь и гордость, которые литовцы испытывают к своему дому, пронизывают то, как они разговаривают друг с другом. То, как они делятся их жизнь, их знания, и то, как они приветствуют вас. Всего за несколько дней я по-настоящему почувствовала, что хорошо знаю Вильнюс. Я почувствовала, что меня приняли, и мне по-настоящему понравилось это место. Хотя это возможно и не является вашим первым пунктом назначения, так оно и должно быть. Во время нашего последнего ужина в Вильнюсе, перед тем, как отправиться в домик на дереве варена, мы посетили грузинский ресторан под названием Кашапури. Поскольку мы никогда раньше не пробовали грузинскую кухню, мы не были уверены, чего ожидать, поэтому попробовали всего понемногу. Я собираюсь попробовать это на вкус, потому что знаю, что оно довольно горячее. Я как раз смотрел на него и подумал, что нам следовало бы купить тот, что побольше. Джек, этого было бы достаточно для нас обоих. У нас были чинкали, которые представляют собой что-то вроде клёцок. У нас был королевский кашапури из баранины, представляющий собой блюдо на основе сырного творожного хлеба, а также чинаки из баранины, похожее на тушеное мясо или суп. А это хорошо. Прежде чем отправиться на железнодорожный вокзал, чтобы отправиться в Верину, мы решили вернуться в отель Наринга, потому что так много слышали от местных жителей о его репутации как ресторана. Но у нас так и не было возможности попробовать его, когда мы там останавливались. Мы слегка пообедали перед тем, как подняться на крышу и выпить коктейли. По нашему мнению, вы платите за обслуживание больше, чем за качество здешней еды и напитков. Затем мы собрали свои чемоданы и направились на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на наш полуторачасовой поезд до Варёна. Опять же, это очень мило и дешево, всего около 5 евро за билет. На этом мы завершаем первую часть нашей поездки в Литву. Если вы хотите посмотреть, как мы провели вторую половину нашего путешествия в прекрасном домике на дереве Варёна, убедитесь, что вы подписаны на получение уведомлений, когда мы публикуем это видео. Но пока что спасибо, что посмотрели это видео.